Юрий Соболевский присоединяется к нашему эфиру. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас, друзья. В первую очередь хочется с вами обсудить эти точные удары по Антоновскому мосту. Расскажите о последствиях, разрушениях и что сейчас происходит вокруг переправ. Начнем в обратном порядке. Оцепили с двух сторон, не подпуска от местных жителей. На достаточно близкое расстояние, чтобы можно было оценить повреждения из независимых источников. Но здесь орки пошли навстречу и сами сняли видеоролик с оценкой повреждения после ночных ударов. И по тем материалам, что стали доступны, уже можно предварительно сказать, что ЗСУ сработали опять на отлично. Там сквозные пробития. Видно, что деформировались уже, скорее всего, и несущие конструкции. Ну, так как они ремонтируют этот мост под тем технологиям, что мы видим, которые применяются, мост для переброски тяжелой военной техники, конечно, использовать это будет, знаете, русская рулетка. А что сейчас происходит с мостами Дарьевским и Железнодорожным, которые тоже буквально полторы или две недели назад были поражены точечно ракетами Хаймерс? Железнодорожный мост тоже не пригоден сейчас к эксплуатации. Даже если бы они постарались запустить сейчас снабжение по этому мосту, то на сегодняшний момент это невозможно. Кроме того, я уверен, что как только будет видно, что пошла подготовка к его эксплуатации в военных целях, я думаю, что там ЗСУ повторит и поставит финишную точку уже в этом вопросе. На сегодняшний момент он не эксплуатируется. Сегодня также была информация о том, что были слышны взрывы в Новой Каховке. Расскажите, пожалуйста, какая там ситуация, что происходит? Отработали хорошо наши ЗСУ и в Новой Каховке, отработали хорошо и в Херсонском районе, и в районе Чернобаевки. Есть и со Скадовского района, на самом деле, хорошие новости, аналогичного характера. В последнее время, вот последние недели, уже не дни, по большому счету, каждый день у нас вот такого плана очень крутые новости. ЗСУ радует реально каждый день. Юрий, ну вот вы вспомнили Чернобаевку, как-то сбились со счету 25-0, как-то вот украинцы в свое время считали эти попадания. Скажите, пожалуйста, что сейчас вот в целом происходит с боескладами? Все на те же места везут оккупационные войска свои новые вооружения или как-то рассредотачивают? Какая информация поступает от местных жителей? Они пытаются менять локации, пытаются использовать промышленные районы где-то у населенных пунктов. Вот, и в той же Чернобаевке, это же в последнее время они уже не ставят, скажем так, не размещают это все в районе нашего многострадального аэропорта, с чего, собственно, этот сериал и начался, когда они, ну, по абсолютно непонятным причинам, с таким, знаете, с непонятным упрямством на одно и то же место свозили дальше, там, свои, свою технику и личный состав. Там действительно, как бы, это было странно, но заслух накрывало там раз за разом практически по одним координатам. Сейчас они пытаются это все рассредоточить по разным локациям, но вот Руцпротову и население наше, знаете, там настолько ненавидят вот этот вот русский мир то, что пытаются насаждать, что информацию об их размещении, вот их новых объектах, их инфраструктуры, она приходит практически, знаете, в онлайн-режиме. И орки пытаются с этим бороться, и отсюда как раз и постоянное усиление фильтрации, и постоянные проверки на блокпостах, и постоянные проверки телефонов, и уже полностью некоторые населенные пункты делают зачистки, когда заезжают туда полторы-две сотни, там, на Росгвардейцев и ФСБшников, и они обходят практически каждое жилище, проверяют документы, транспорт, каражи вскрывают. Но все равно люди наши продолжают бороться, продолжают помогать нашим ЗСУ, приближают День освобождения и Сочи. Юрий, вот местные жители в соцсетях как раз пишут о том, что сейчас у военных оккупационных войск некие панические уже настроения, и даже некоторые вывозят свои семьи сейчас из Херсона. Есть ли у вас такая информация? Да, это полностью соответствует действительности. Если раньше, знаете, ихние командиры пытались проводить политику, что Херсонщина это уже часть Российской Федерации, что сейчас вот как раз самое время сюда перебираться, осваиваться, везите сюда семьи, пытались набирать специалистов, то сейчас пошел обратный процесс, потому что, ну, первое, все видят активность ЗСУ, и все прекрасно понимают, что докупация Херсонщины это факт, что это вопрос только времени. А второй момент, все прекрасно уже понимают, оккупанты, реальное отношение местного населения к ним. И одно дело то, что они на их телеграм-каналах вот эти вот все рисованные сюжеты делают, что их там кто-то радостно встречает в очереди за паспортами и прочие, вот эти все фейки. А другое дело, когда они, знаете, даже слов не нужно, когда просто где-то они перемещаются по городу и глазами встречаются вот с нашими людьми, там без слов все понятно, что люди думают. И на них это, естественно, оказывает очень гнетущее такое воздействие психологическое. А как события с Сальдо и с Гурой отразились на настроениях в целом коллаборантов и военных российской армии, которые находятся? Ну, на настроение российской армии, наверное, никак, потому что они особо не следят за тем, что происходит именно в гражданском секторе. А что касается предателей, ну, их же предупреждали, что все это будет на самом деле. И их всех предупреждали, все должны прекрасно понимать, что их временность объективно уже практически закончилась. То есть независимость сроков операции по деоккупации, они уже объективно там не сильно нужны самим оккупантам, поэтому от верхушки по чуть-чуть начинают уже избавляться. Мы видим, что, скажем так, в последнее время очень сильно начинают пиарить ту же Губареву на их них СМИ. Возможно, готовят ее на замену уже Сальдо. Ну и такая же незавидная участь ждет, в принципе, все руководство фейковой администрации на сегодня. Это вы сейчас говорите о личностях, которые могут стать следующими так называемыми главами так называемых этих организаций, которые они называют. Да, да, да. То есть вот те, кто поторопился предать Украину, вот на сегодняшний момент они уже фактически все отработаны материалом. И они это на себе начинают чувствовать, кого-то уже начинают арестовывать по обвинению в каких-то грабежах. Хотя, в принципе, там люди такие, что не исключено, что они действительно еще и параллельно этим занимались. Но сам факт. То есть оккупанты перестали прикрывать их, они уже начинают их ими жертвовать, причем делать это публично. Плюс регулярно происходят какие-то несчастные случаи, скажем так, с предателями на Херсонщине. И нет никаких абсолютно оснований считать, что эта череда заканчивается. Я думаю, что чем ближе к освобождению, тем больше таких случаев будет происходить. Юрий, спасибо вам большое за информацию о том, что происходит сейчас в Херсонской области. Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, был с нами в прямом эфире. Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета.